Ребята, спасибо вам большое. Если бы не вы, вообще, мы бы сейчас жили на улице. Вот, держите, это вам небольшая премия. Вот, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо огромное за вашу работу. Всё, до свидания. Всем здорово. Заработаю им, конечно, спасибо, но если бы не мой сумасшедший брат, то её бы у них не было, потому что он взорвал нам полдома. Ребята, с вами я, папа техник, и у меня есть брат Крампус, который хозяин ада. И он к нам недавно приходил. Вот-вот, нам тут сделали, видите, во быстром ремонт. Да, дом не новый, но в прошлой серии тут была огромная дыра вместо стен. Так что это ещё очень быстро и очень качественно нам сделали. Поэтому даже спасибо, только сказал денежное. Ладно, всё. Тень-дон. Дети. Что? Вы сделали ремонт? Так быстро? Офигеть, вы молодцы. Ну, конечно, стиралку вы зря сюда вытащили. Ладно, это я сам её перетащу, она тяжёлая, вам спину надрывать не надо. Ну вы красавчики. Ладно, отлично сработали. План по мгновенной токсичности мы с вами придумали. Завтра его отработаем. А сейчас уже пора спать. Да. Ладно, ладно. А давайте вот это оставим, ладно? Чисто на память, хорошо? Такой вот получается у нас будет талисман. Да? Артефакт. Забыше вопрос. Всё, давайте. Всё, спокойной ночи. Всем по кроваткам, по кроваткам. Так. И вырубите эти жестокие игры, пожалуйста. Пожалуйста. И спать. Так, ребята. Ну и я тоже очень устал. И мне тоже пора уже поспать. Так, курица, а ты давай, живи на кухне. Ой, кроватка моя любимая. Э, кроватка моя любимая. Ой, ё-моё. Просыпайся. За что? Доброе утро. Что я натворил? Ну помнишь, я про сюрприз говорил? Ё-моё. То есть я ещё жив? Слишком хороший актив. А, понятно, понятно. Блин, даже выспаться не даёшь. Ну чего опять? Чего нового-то? Ну, ты можешь взять ребёнка. А могу не взять, а? Мне тех хватает. Честное слово. По горло мне. Я тебе говорю, по горло. Нет, не можешь. Только взять. Так, ну чё у вас тут? Так, безголовый, этого я помню. Так, девочка-зомби там. Чё? А могус? Серьёзно? Да, но вы же вывезли. Не, блин, вдруг он импостер. Да не, импостер по-любому. Так, циклоп, этого я помню. Так, а это чё такое? Господи. У него три рта. Ну да. Из канализации, что ли? Слушай, нет. Мне кажется, он у меня весь унитаз съест. Нет. Сиди-сиди. Всё, спокойно-спокойно. Кушай, кушай там, чё там у тебя лежит. Зато чистить унитаз не придёт. Ага, конечно. Мне же с ним жить ещё, ты понимаешь? Так, дальше у нас... Опа. Злой херабрин, волчонок и девочка-змея. Ну чего? Будешь ты меня ещё шипеть? Ладно. Вроде она была воспитанная такая. Давай её. Давай её. Чё, пойдёшь ко мне? Хорошо. Хочешь? Так. Вроде не против. Отлично. Так, ну что? Здравствуй. Меня зовут Техник. А вот это вот твой дядя. И он заставил меня тебя взять. Я, если честно, особо не рвался. Так что давай мы с тобой как-нибудь найдём общий язык. И желательно, чтобы он был человеческий. Не змеиный. Ладно? Ну чё, рогатый, давай, тэпы нас обратно. Пойдём. Папе ещё досыпать. А ты там сиди, я могус. И вы ему не верьте, по-любому импостер. Вот зараза, Крампус. Не мог в нормальное место нас портануть, а? Так, ну что? Опа, опа, опа. Не-не-не-не-не. Так, тихо-тихо-тихо. Полежи. Успокойся. Успокойся. Да-да-да, ребята. Это заморозка. Замораживающий щит. Чтобы спокойно объяснить правила, по которым мы тут с тобой будем жить. Я тут уже не первый день. С такими, как ты, я тут уже знаком. Подход к вам знаю. Поэтому либо ты меня слушаешься, либо отправляешься обратно. Так, всё, сейчас я тебя размораживаю. Если ещё раз нападёшь, третьей попытки не будет. Понятно? Или второй. В общем, считай, я плохо. Но думаю, хорошо. Всё, разморозил. Всё, спускаемся. Сейчас надо спуститься с тобой. Аккуратно. Аккуратно. Смотри. Ай, блин! Короче, этот Крампус хочет, чтобы ты здесь повзрослела. Понятно? Чтобы ты стал взрослый. И забрать тебя во взрослый ад. Где будет гораздо хуже. Контракционы. И кишкодавка. И, в общем, шампуры всякие, шашлыки. Тебе там точно не понравится. Поэтому либо ты тут меня слушаешься и сделаешься хорошим человеком. Чтобы никуда тебя не отправили. Либо, собственно, я сам тебя туда обратно отправлю. Понятно? Всё очень просто. Всё, давай за мной. Быстрее кушать хочешь? Сейчас мы тебе мясо дадим. Сырого, да? Сырого. Может, живу, курицу захаваешь? Если она там ещё осталась. Так, всё, проходим, проходим, проходим. Так, ещё одна новость. У меня в квартире живут трое детей. А тут же откуда и ты? Если ты и помнишь, я их как-то забирал оттуда. Я не знаю, сколько там у вас времени прошло. Но, возможно, они тебя уже забыли. Поэтому будь к ним вежливо. Я тебя представлю этим утром. А пока что они спят. И мы мешать не будем. По-тихому пройдём в мою комнату. Там я тебя накормлю и подарю кое-что. Всё, давай, давай, давай. И больше на меня не бросайся. Так, звонок звонить не буду. Так, опа. Открываем. Опять свои игрушки не выключили. Так, заходим, заходим, заходим. Так, вот твой обед бегает. Тихо-тихо-тихо-тихо. Но обед кушают в обед. А сейчас пока что надо поспать. Пойдём в мою комнату. Пойдём-пойдём-пойдём-пойдём-пойдём-пойдём. Так, заходим. Я тогда посплю в гостиной, а ты поспишь у меня в комнате. Видишь, всё для тебя. Так, ага. Так, а для начала вот тебе небольшой подарочек. И ты же у нас девочка, да, девочка. Поэтому вот тебе красотулечка. Вот, одевай эту цаточку. Так, одевай. Вот, другое дело. Что, это не фигня. Это специальный браслет. Ааа, всё, да. Не ударить, не ударить. А вот такие дела. Если сможешь кого-то ударить, то он тебя тут же парализует. Честно, честно, очень честно. Всё, давай, спи, отдыхай, извини. Я так понимаю, ты никогда бы его добровольно бы не одела. Вот такая небольшая хитрость. Всё, спокойной ночи. Я пошёл спать. Надеюсь, теперь на этот раз меня никто в ад не перенесёт. Так, посплю прям по двери на случай, если она захочет сбежать. Ой. Ой, ой. Доброе утро. Что, уже светает, что ли? Блин, не выспался совсем. Нет, ребята, я не выспался просто. Так, короче, у меня сюрприз. Сюрприз стоит за той дверью в моей комнате. И, ребята, это живое существо. Короче, у нас пополнение. Оно у нас появилось насильно, но нам придётся его принять. А вам надо принять то, что вы теперь тут не трое детей, понятно? Надо будет подружиться и... Нет, Никушина. Короче, вы вроде как вместе там сидели, поэтому должны её знать. Девочка-змея. Слышали о такой? О, ты её знаешь, аниматроник? Эээ, адекватная? Ух ты. Мне тоже так показалось, что она адекватная. Поэтому я её, собственно, и взял. Кукла. Ну да, ты теперь будешь не единственная девочка. Но она адекватная. Ребята подтвердят. Так, ну всё, давайте. Браслет они уже есть. Я её выпускаю. Ты готова? Привет. Ты прослужил, да, уже? Привет. 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 Кстати, блин, я же не знаю даже, как тебя зовут. Слушай, скажи, как тебя зовут? Это девочка-кукла, мини-Джейсон, аниматроник Гидра. А, очень приятно, Гидра. Так, ну что? Я вроде обещал Гидре, что мы её покормим. Но то, кажется, завтрак очень не хочет быть съеденным. Ладно, курица ваша. Что будем делать? Давайте, ребята, не трогай. Не трогай Джорджа. Вы её даже назвали? А, понятно. Так, стоп. Откуда у тебя нож? Откуда у тебя нож? Можешь, кто тебе разрешал? Мини-Джейсон. Эй, эй, я тебе что говорил насчёт ножей, а? Что я тебе говорил насчёт ножей? Всё, и больше их не трогай. Ну, иди там. Гидра, Гидра. А, а ты ей сам отдал. Всё, кушай. Приятного аппетита. А вот сейчас погуляем, проветримся, заодно всё тебе покажем. Вот такой он замечательный двор. Днём он выглядит лучше, согласись, да? Так, ну-ка за ртом своим следи, слышь. Вот это вот наша машина замечательная. Так, только тут четыре сидения. Ну ничего, сделаем ещё одно сидение. Так, отошли от ребёнка, отошли. Что? Она тебя как-то сапни сейчас за ногу. И будет у тебя минус нога, а? Хочешь такое? Всё, пойдём на задний двор. Тут вот эти вот люди всякие. Какие они, а? Ксенофобы. Ксенофобы! Всё, кукла, пойдём, не забудь. У тебя браслет, у тебя браслеты. Я не хочу тебя опять разблокировать. Так, вот тут турники. Тут точно эти растёпы никогда не гуляют. Потому что им лишь бы там на лавочке сидеть. Так, ну на турнички мы ходим обычно по вечерам. А сейчас мы тебе покажем задний двор. Ой, блин, там такое было. Слушай, я как раз вспомнил. Короче, вот мы тут по домам нашли дырку. А в дырке был проход, значит, подвал. А в подвале была огромная труба. А под трубей сиди, там жили змеи-люди. Почти как ты. Такие здоровые, да. Но они какие-то дикие были вообще. Без одежды мы их грохнули. Подожди, а что ты сразу-то плачешь? Я же не говорил, что они на нас напали. Что? Ты тут жила? Подожди, да не-не-не, ты гонишь. Что? Твои родственники? Ой, ё-моё. Ребята. Блин. Огромная змея, твоя мама. Подожди, это которая... Не, ну там мы её не трогали. Там был просто скелет. Там был просто скелет. Нет, а те, они были дикие. Они скушали полицейских. Но в нашем мире такое не прощается. Так, слышь? Так, слушай. Вот это всё, что осталось после Джорджа. И это летит тебе в лицо, урод. Вот. Блин, я думал, мы его вырастим, типа нового Джорджа-младшего. Ладно, пофиг. Слушай, нет, я так не считаю. Но всё равно, спасибо, что сказала. Мы как-нибудь их выкопаем, сделаем нормальные похороны. Всё будет по высшему разряду. Но мы не могли. Знаешь, это твои родственники, прости. Идите отсюда нахрен, понятно? У меня браслета нету, так что я вас точно могу натянуть. Ну, Гидрочка, ну ты уже целый день плачешь. Ну, давай, вот мы тебе кроватку сделали, расширили планировку. Поспи. Чего? Гидра, ну не надо. Гидра, давай, давай, ложись. Я тебе сказку почитаю. Я тебе сказку, всё будет хорошо. Только, пожалуйста, не тильтуй. Эй, ты куда? Ты куда? Ты куда? Так, я тебе не разрешал. Не разрешал же. Дети, за мной. Пойдёмте успокаивать её. Ну, Гидрочка, Гидрочка, ну куда ты ворванула? Там люди злые, они тебя заклюют. Вот, господи, Гидр, ну давай ещё раз всё обсудим. Ну мы не знали, блин. Ну как мы можем всё это исправить? Мы же не знали. Они нас сами напали. Они были злые. Не то, что ты. Гидра. Гидра, ну пожалуйста, откуда у тебя лопата? Откуда у тебя лопата? Гидра, откуда ты? Там тёмный подвал. Там очень темно. Там нет освещения. Там очень страшно. Ну, дело твоё. Окей. Ладно, не надо за ней лезть. В какую-нибудь есть земля? Давайте закопаем как-нибудь, чтобы туда никто... Ну, хотя ладно, пофиг, ещё задохнётся. О, ребят, в общем, она целый день рыдала. Она рассказала, что там вот тот скелет огромной змеи. Это мать змея. Это мать всех змеи-людей. Она, значит, высиживала тоже эти... Она рожала этих змеи-людей, да. И, в общем, короче, там такая трагедия. Санта-Барбара, в общем. Ладно. Там маленько посидит. Никуда, я думаю, не убежит. Утром мы её попытаемся успокоить. Вот такие вот дела, брат. Прикинь, как она тельтанула. Ё-моё, она вообще, блин. А, ну это и дай дело. Что? Чего даю? Не разбираешься, ты, блюда. В смысле, я не разбираюсь? Ты о чём? Ну, мои родственников грохнули. Я тебе советов давать не буду. Можешь, конечно, посидеть. Но советов не получишь. Да, блин, ну, пожалуйста, замени мне ребёнка. Замени мне ребёнка. Я не могу, блин, воспитывать ребёнка, которого я грохнул. Нет. Родить. Какой товар, блин? Я ради тебя стараюсь. Ладно. Ты сам её выбрал. Вредина. Иди там мне какао хотя бы сделай. Блин, вот ведь хозяин ада. Ребята, короче. Как это тут выбраться? Короче. Ничего. Я справлюсь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова